Победа Броуков и первое поражение десятки в этом сезоне. Премии, статусы. Райзен и Дима Егоров быстрее сами присрутся. Для тебя люди просто расходный материал. Миша один из тех. Деньги сыпать ему, но мы не можем себе этого позволить. Команда стала действительно гораздо слабее. Доедут пару темнокожих пареньков и он не будет играть. Появилась информация, что фанаты Броуков отняли флаг OneColor. Он соткан из шерсти кошек. Не первая такая история, когда у кого-то там отнимают флаг. Факт в том, что волокно обычное. Всем привет, это новый выпуск Стола. Время летит незаметно и мы уже на финише группового этапа. Всего один тур до конца и невероятная интрига в каждой группе. Не во всех. Во всех. Даже ваши, где, казалось бы, первое место разыграны. Все остальные еще под вопросом. И мы сюда позвали представителей всех групп. У нас сегодня впервые в этом сезоне Саня Текила. Президент Родины Медиа. Вась Маврин. Амкал. Президент Броуков. Райзен. Первая команда, которая обеспечила себе 1-4 финала. То есть прямой выход в четвертьфинал. Никит Тудрос и Фидос. Здравствуйте. Как вы видите, здравствуйте всем. У нас сегодня нет чашек. Потому что самый популярный комментарий прошлого выпуска было то, что мы очень громко глотаем. Поэтому мы решили вести сухой закон на столе. И никаких больше глотков. И напомню, прежде чем мы начнем, что в нашем телеграм-канале, вот здесь будет QR-код, вы можете отсканировать и перейти. И в описании будет ссылочка. Завершается розыгрыш. Конкурс, который длился весь групповой этап. На мяч, билеты на финал, медиалиги и посещение этой съемки. Поэтому быстрее залетайте в телегу. Последний шанс поучаствовать и выиграть крутые призы. И там еще в закрепленном сообщении очень интересная информация, которую вы сможете увидеть, если перейдете на наш телеграм-канал. Давайте начинать. Мне кажется, главный матч тура и главное такое событие – это победа броуков и первое поражение десятки в этом сезоне. Райзен, твои эмоции? Великолепные эмоции. Как вы знаете, у нас были сложности с составом. Много травм. Десятка оказалась непобедимой. Многие уже заведомо и отдавали золотые медали. Но наши ребята, наш тренерский штаб, они подготовились к этой игре. Разобрали досконально. Вышли и сделали свою работу. Ну и я был очень рад тому, как вообще все, в принципе, сложилось. Мне Минск, город, понравился. Антураж вокруг этого матча. Все, в общем, было топ. Играли в Борисове. Но при этом было много разговоров про броуков. Что у вас много травм и все такое. То, что левийцы не смогли поехать из-за визового режима. Я вообще шоке, как Титан, как-то смог сделать визу. Так багаж не закинул, братуль, и поехали через лес. Да, только если человека остановят, то все, конечное. Я уже тоже где-то слышал, что кто-то через лес ездил. Но мы на это не пошли. У нас левийцы не поехали. Новые, которые приехали. Сколько? А старые вы поехали? Человек 15. Нет, у нас три человека. Чисто отдельным столбиком. Три человека. Ну, это ребят, который у нас в Бельга приехал, но он не может играть. У него проблемы со здоровьем были. Операцию пришлось делать. Так а зачем он вам подожди? Я не понял. Ну, как человека лечим. Он много для нас делал. Я так понимаю, что эта же история с операцией тоже была внезапная? Ну да, экстренная. Думаю, восстановится за несколько недель. Все нормально у него будет. Там нет ничего критичного. И Мухаммед, который должен был еще в прошлом сезоне у нас быть. Но у него там были контракты и обязательства в Ливии. Он, наконец-то, у нас доехал. Он, кстати, против вас в товарку играл. Но у вас там не было Женьком. Он сломался или нет? Нет, нет. Другой Альберт сломался. А он на фланге играл. Хорошую игру тогда показал. Когда Шера тогда тоже первый матч сыграл. Ну, в общем, у нас не подъехали некоторые футболисты. Линия атаки была полностью экспериментальная. Но мы на своих сильных качествах всегда ли выиграли. Ну, еще человек пять позовите. Опа. Мало-мало. Мало ли висят? Да, да. Сань, как ты попросишь? Чтобы противостоять нашим двум африканцам. Не, ну у вас-то, извините меня, какие? И коли набери, чтобы сразу медиа-статусы всем дали. Ну, если регламент... А что, не на Близкан? Мы статусы рассасывали? Да, ты что, не помнишь там? Ты думаешь? Премии, статусы... Ты хуять, он это так вот, ты, блядь? Ты прикинь? Я не слышал ни от кого вот это. Вот Саня мне сейчас такую информацию дает. Слушай, очень жестко, если честно. Неприятно отслышать от тебя, Санек. Я где-то слышал, что ты не вкинешь в нашу сторону. Это тебе за пидорские усики там. Ну, они реально такие. Зачем могу сделать? Ну, мы с Кутузом пара. У Кутуза д'Артаньянский, у тебя пидорские. Вот кто плюс комментов поставит, тот прав. Нет, ты эксперт, конечно, в этом направлении, но все-таки ты первый, мне кажется, начал эту тему раскачивать, потому что в видосе с ответами на вопросы ты выделил родину медиа как крыс, которые подвезут кучу африканцев. Слушай, ну я тебе объясняю. Во-первых, Ливия это где-то в СНГ, ближайшие страны, понимаешь? Нет, тоже страны Африки, но тем не менее, мы-то футболистов берем к себе, они за нас играть будут, то есть у них контрактные обязательства. А, за нас они просто... Нет, они будут год играть, а не два матча, как за тебя. То есть мы привозим футболистов, которые полноценно будут играть в нашем клубе. То есть вы их покупаете? Нет, у них закончились контракты. И закидываете сюда, в кабалу? Ну, Ливия свободная страна. Слушай, но при этом же, когда Бельгажа уехал... Так ты же понимаешь, там как произошло. Он изначально... Это другое, Се. Тогда я расскажу, я тебе говорю. Такого вообще не должно было быть. Он со своей командой договорился о том, что контракт у него закончится, ну, естественным образом. Что они ему не платят зарплату, типа все окей. Но им нужен был срочный игрок, и они взяли и пролонгировали его контракт. Там был пункт у него такой. И ему срочно пришлось туда ехать. И его там шантажировать начали, что он в сборную не попадет, если не поедет. У Мухаммеда контракт закончился. Полузащитник, который к нам приехал, он тоже свободный агент. К нам еще, может быть, приедет нападающий, мы посмотрим. А так, в целом, все игроки будут полноценно играть в нашей команде. Блядь, интереснее обсуждать пидорские усики, кто комодцессал за медиастар. Когда мы перешли в позицию только футбола? Я всегда в ней был. А ты понимаешь, что вот эта, я не знаю, как правильно назвать, эпидемия травм? С чем она связана? Ну, я считаю то, что наш неправильный подход в межсезонье. Объясни. А, не Юли. Ну, что? Может быть, кое-что другое на это все влияет? Может быть, поле в Одинцово? Да, при чем здесь поле в Одинцово? Думаю, что это тенденция? Да, при чем здесь? Что там название? Может быть, вот я думаю, название. Сань. Потому что ты когда прикроешься, название броуки, ты сразу ломаешься. Ты знаешь, Сань. А что влияет, Никит? Я, правда, не понимаю. Ну, он говорит, поле в Одинцово. Возможно, Поляна. Поляна? Ну, кстати, возможно, и Поляна. То есть, надо будет работать над ошибками провести и сделать выводы. Но ты сказал, вы неправильно подходили к сезону. Что это имеешь в виду? Загрузили? Да хрен его знает. Но это мои чистые впечатления. Но ты имеешь в виду что? Ну, как? Ну, у них мышечные травмы, которые рецидивами заканчиваются. Мы в следующем сезоне будем думать о том, как там работать с физподготовкой игроков более качественной. Может, им БАДы какие-то нужно давать. Не знаю. Какие-то обследования провести. Ну, короче, это все. Работа над ошибками будет произведена. Наш, может, где-то недочет. Ну, или с течения обстоятельств. Я не знаю. Мазур – это до конца сезона? Ну, сейчас обсуждается эта история. Реально? Нужно понять, как. Он же игрок в плейер вернется. Или это, типа, ну, как футболист, он на это надеется? Нет, но мы будем смотреть. То есть, тут нет точной информации. Сейчас мы консультируемся с врачами, как лучше его восстановить. Так, как расслабление пошло. Видишь, на десятку подействовал уже. Ну, понимаешь, ты привык к тому, что ты постоянно врешь и юлишь. Я говорю, как есть. Это истина сейчас. Ну, вот прямо сейчас какая ситуация? Ну, есть проблемы с менистком. Проблемы с менистком… Ну, это операбельно? Или можно… Да, мы сейчас вот смотрим. Ну, каждый там по-своему смотрит и говорит. Мы ищем специалистов, которые нам точно… Которые скажут, что не надо делать операцию. Ну, скорее всего, да. Я не хочу… Ну, его спасет только этот момент. То, что можно, грубо говоря, закачать определенную группу мышц, для того, чтобы доиграть этот сезон. Слышь, надо реально собирать докторский стол. Тебе предлагали. Я собирал. Слышенко, да, предлагал. Окей. Собрано уже. Еще одна тема, которую ты поднял в видосе, это про то, что ты считаешь, что Райзен и Дима Егоров быстрее сами пересрутся. И клуб в нынешнем его состоянии может недолго просуществовать. Что ты имел в виду? Это просто твои наблюдения или ты обладаешь каким-то инсайдом? Ну, вообще похуй на них. Просто задали вопрос. Просто говорили. Я вот тот момент почувствовал это и сказал. И все. Что они давно уже отошли от своей концепции. Какой? Ну, оба лутают деньги. Вы вспомните изначально, заходили двое на велосипедах, приезжали на конференции в шлюпках, блин. Хорошие парни на велосипедах. А тут как бы ребята поняли, что на этом можно зарабатывать деньги. Ну, как бы концепция, пытаются ставить ту же концепцию, а это уже так не работает. Сань, ну мы тогда на Рублевке жили, а сейчас туда съехали. Это какая-то инсайд, я говорю. Разделить выше еще даже? Внешне. Не-не, съехали реально. Да? Да-да-да. На Райзен Робер съезжал Райзен Райзен. Дима Егоров в шашлыки и все. Ребят, я вам могу как бы удивительную вещь сказать, вы можете поверите, но когда я двигался без команды в медиапространстве, я зарабатывал больше. Поэтому, Сань, тут такое мыло. Но это уже никто... А если, вот подожди, а если трех ливийцев этих не брать, на которых ты деньги тратишь? Нет, это бюджет клуба. Как я могу зарабатывать с бюджета клуба? У меня есть как бы, ну, обязательные расходы. Три ливийца за сезон. Ну как, у нас есть потолок зарплат 150 тысяч. Дима написал несколько постов, из которых складываются впечатления. Да, по сути, он даже это как будто бы в прямую говорит, что у него, ну, он не хочет столько времени уделять, медиафутболу и упускать какие-то другие вещи. Ты это чувствуешь? Ну, брат, ну, Димасик, это после 12 коктейлей вот так вот, да, и после того, как еще покер не пошел, написал устал. Ну, ребят, ну, это история Димы. Я не знаю, я не чувствую. Не, ну, вы два президента и... Ты чувствуешь, что Дима заебался? Ну да, что у него может пропасть интерес к медиафутболу. Если это так, то как это может повлиять на вас? Ну, я решаю не... На клуб. Я не чувствую этого. Мне кажется, это невозможно. Ну, это как-то должно выглядеть, там, не знаю, в поступках или внутри команды ощущаться. Пацаны видят то, что Диман супер вовлечен. Допустим, вы из Минска это показал. Я вижу у Димана на глазах эмоции. Ну, Диман думает, блядь, я вовлечен в пиздец, а, блядь, Темочка, нахуй, отдыхает в Англии, а нам офис, блядь, забрали, ебать. Ты что, документы не будешь оформить, Тем, блядь? Не, ну, история с этим офисом, она просто... Ты, блядь, контракт подписал, блядь, что делать? Она неконтролируемая была. То есть, для того, что Дима был бы или не был бы, там, еще не понравилось. Ты чувствуешь в этом свой проеб? Нет, конечно. Это мой проблемный. Извинись, блядь, перед Димой. Это проебанный офис. Да нет, ребят, ну, понимаете, людям свойственно что-то делать, там, на эмоциях, условно. В этом нет ничего страшного. Я вот в Севере рассказывал в гримерке о том, что у вас с Корякой произошел инцидент. Как вообще? Расскажу про конец. Ну, Вася рассказывал про вчерашнее видео, где ты говоришь, ну, точнее, вы стоите в кругу в тайм-ауте, и ты говоришь, что надо взять красный мяч. Коряк с этим не согласен, ты говоришь, что нет, надо его взять, и он психует и уходит. Ну, нет, он сказал, ну, и нахуй рули сам тогда. Да, это было. Ты не переходишь границу? Я к тому, что у вас был... Границу какую? Ну, есть... Хорошая. Есть тренерская какая-то сфера деятельности, и как будто бы поле, это как раз-таки оно самое. Что все действия, которые должны приниматься на футбольном поле, это должны принимать либо тренера, либо футболист. Слушай, ну, мы каким-то образом выиграли с вот этой синергией на троих. Нет, я говорю про чемпионский сезон с синергией на троих, там, я, Дима и Константинович, и мы друг другу подсказывали в абсолютно всех моментах, и во время игры, и там, в тренировочных процессах. Сейчас, я не знаю из-за чего, но химия, она отсутствует. Может быть, мы где-то там, как лебедь, рака, и щупа, понимаешь? Может, химия отсутствует, потому что Володя на реабилитацию прошел? Ну, стоп. Нет. Было, 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 было. Ну, такая тоненькая. Это на аппарат большой плюс. Да, я шучу, я шучу. Есть информация про то, что, ну, этим все не закончилось, и то, что вчера было громко в вашей... Ты Дим сказал? Да, я тоже, я сижу, думаю, я прям думаю, цык. Нет, это пара, став нормальный. Окей. Сань, то, что было, как бы, информация есть про то, что было громко в раздевалке вашей после вчерашнего поражения, и то, что после этого матча Коряк покинул чат, и вроде как не хочет продолжать работу с Родиной. С проработанными ему сложно просто. Слушай, мы об этом узнаем завтра, потому что завтра у нас будет встреча и тренировка. Охуеть. И там, как бы, все, все пылили. И я, и Дима, и та ситуация, которую вот Вася спрашивает там про то, что было на тайм-ауте. Мы просто не успели взять красный мяч с десяткой. Нет, я контекст-то понял. И мы это проговаривали. Сань, ты же понимаешь о том, что не само действие, а просто я стоял, общался с ребятами тоже, и у меня складывается ощущение, что вот вы там про Диму говорите с Темой, но у вас как будто твоя вовлеченность и твоя энергия сейчас уходит куда-то в другую сторону. Не знаю почему, но там преисполнился, поменял вектор интереса, но как будто бы твоей энергетики, а тара энергетики не хватает. Вот твоей энергетики как будто бы сюда бы влить, а ее как будто... Добеди, пожалуйста, мысль про коряку. Ты абсолютно прав. Я о чем и говорю, что мы сейчас, как лебедь, рак и щука, чуть-чуть в разные стороны смотрим. И мы пытаемся это уже собрать из матча в матч. И то, что произошло на прошлой игре, вот уже там в последние несколько минут, когда мы должны были взять одновременно 12-го игрока и красный мяч, мы не почувствовали, не поняли, как найти коннект друг с другом. И тем не менее, я уверен, что у нас все наладится. И, ну да, как бы коряков спылил, вышел из группы. Я думаю, что все окей будет, потому что я его пипец как ценю. Что бы у нас ни произошло, как бы он там меня не послал на камеру или еще что-то, для меня он реально тренер с большой буквы. Но напряжение сейчас есть. Напряжение есть и в команде, и у нас, как и у руководителей, потому что нас не устраивает. Если просто посмотреть на таблицу, да, мы на втором месте, у нас даже остались теоретически шансы на первое место. Если Титан проиграет, мы выиграем, и мы заберем это одно очко. Но по факту из шести игр, там, одна полноценная победа, три ничьи и два поражения. Но это как бы не то, что хотелось бы увидеть от нашей команды. А проблема в чем? В тренере? В том, что он не может найти подход? Нет, проблема во всех, во всей команде. Я себя не выделяю за скобки, тренера тоже не хочется винить в этом. Где-то игроки, может быть, зажатые. Я говорю, что чуть-чуть атмосферку потеряли. Ты не думаешь, что проблема в том, что команда стала действительно гораздо слабее? Вы отдали кучу игроков, команда была сыгранная, и как будто бы есть проблема в этом. Мы испытываем трудности в нападении, скажу честно. То есть у нас все неплохо в защите, в центре поля, в нападении. У нас не получается забить наши голы. Моменты у нас имеются. Ты как прямо со сломарочью говоришь. Ну, так и есть. Слушай, истечение обстоятельств тоже там есть. Понятное дело, что мы с тандемом должны были играть по-другому. Мы должны были выигрывать эту игру. Сань, да просто привези, как ты умеешь. У тебя есть большая организация, которая тебе может помочь. Привези на три матча. Артем, в чем мы в этом плане отличаемся от вас? Вы так же привозите, и мы привезем, ты не волнуйся. Нет, это разная история. Я привожу. Ты не понимаешь, у нас игроки играют в сезон. У тебя играют два матча. Это большая разница. Это большая разница. Ты просто берешь наемников точечно на игры. Тихо, тихо. А они в итоге подъедут? А еще можно привезти? Не, ну, если они у тебя... Они в заявке, если. Насколько я знаю, у Родины Медиа есть в заявке два африканца, которые были с вами в Будабе, да? Другие африканцы. А, другие. Другие. А тогда вопрос. А как Кориак к этому относится? Ну, то есть он за эту историю? Или он говорит, у меня есть люди, с которыми я уже по сезону двигаюсь, и мне, ну, как говорится, наемники особо сильно не нужны? Ну, любые, любые, там, до заявки и так далее обсуждаются с тренером. Если у нас есть человек в заявке, то это все через тренера, значит, прошло, и он это согласовал. Ну, кстати, у Родины к этому же матчу приехал Никит Малеров. Да. Лучший игрок третьего сезона, и, ну, он прям действительно очень сильно выделялся в третьем сезоне, но, как я понимаю, он пока не прям что в идеальных кондициях. Ну, это был первый матч, как бы вспомнить, что такое Медиа Лига. Потому что у него травма была до этого. А что с Мишей? Ну, я к тому, что, да, как будто бы синергии какой-то нет. Ты писал посты? Да, мне очень жалко Мишу, мне двух человек. В каком футболе? Ну, в общем, ну, как будто бы Миша немножко меркнет. Вот эта звездность его. И с игровой точкой, ну, Миша очень зависим от футбола. Если у него в футболе все получается, пусть даже какие-то там банальные вещи, он предстает везде. А что различается от Миши в Амкале и Миша сейчас в родине? Мне кажется, ты просто пишешь так, чтобы, знаешь, это, типа... Путригерить? Ну, такое, это аккуратный ход. Нет. Я себе хуй. Ну, смотри... Типа, жалкайте Скарапула, там Скарапула вообще нечего жалеть. Он, блядь, играет первый сезон в команде, он охуенно выделялся перед сезоном. Сейчас у него небольшие травмы. Он хорошо играет свои отрезки. Но травмы, ты воспринимаешь травмы как просто какие-то травмы. Я воспринимаю травму как психологический какой-то момент, потому что у него вот эта вот притирка идет и не совсем корректная адаптация. Слушай, ну, в 2D у Скарапула хотя бы нет людей, которые доезжают до состава. Он тренируется и конкурирует с теми, кто есть. Вот сейчас Миша будет играть, играть, а потом на его позицию... А он играет? Ну, я не знаю. Он играет сейчас? Играет. У нас все играют. Ну, вот. А доедут пару темнокожих пареньков, и он не будет играть. Он просто не будет играть, потому что вам нужно выиграть. И вы возьмете, посадите его на банку, и вот эта красивая история, про которую вы рассказывали, она ничего не стоит. Ты сам знаешь, ты же используешь прокопот. Ты говоришь про то, что кто-то кого-то использует, ты просто дышишь. Ты не пришел в бизнесе, у тебя нет этой этики, ты не из спорта. И коряка это понимает. Это наш стиль нашей команды. Я не понимаю, как он вообще с тобой вместе, типа, уживается. Ну, не понимаешь ты и все. Ты многих вещей в этой жизни не понимаешь. Ты позволяешь своим языком трепать такую чушь, которую ты вверх. В смысле? Я хотя бы не несу бред, который несешь ты. Я не несу бред. Ты просто апрёри сидишь и врешь. Ты это не уверен в лице, потому что ты лжас изначально. Да, твой вопрос. Я могу тебе ответить так, что можно было бы рассуждать, если бы у команды было бы все супер, и мы бы выигрывали бы все матчи. И тогда можно было бы говорить, сейчас у всех и в команде, и у нас не супер. И у Миши в том числе. И, конечно, он может где-то недоволен быть тем, что у него там не получаются результативные действия. Но при этом он как лидер раскрывается. В серии Булеталити, в двух сериях он нас затащил. Забил пенальти важный с Ромой. Поэтому у него есть уже результативные действия. Конечно, мы все ждем от всех игроков, не только от него. От всех игроков чуть другого. Мощи. То, к чему мы привыкли. И, естественно, мы для того, чтобы подпитать, мы ищем варианты. Мы ищем варианты для того, чтобы у нас была еще сильнее команда. А у игроки вообще в курсе то, что ты просто команду солешь, когда тебе захочется, и потом будешь говорить, что у тебя просто 2D их украли. Хотя по факту Макса Швагерева вы просто отпустили. Потому что тебе показалось, что он не отдается. Ты не знаешь, ты не был внутри. Газдана ты тоже отпустил. Ты не был внутри, мы никого не отпускаем. Потому что у тебя есть ощущение, что кто-то недоигрывает. Для тебя люди просто расходный материал. Миша один из тех. А что, не так, что ли? Ты просто отпустил команду, еще рассказывал всем, что у тебя ее перекупили 2D. Да никогда в жизни был структур Родины. Если бы ты хотел, никого бы не перекупили. Сколько ты раз приезжаешь на тренировки? Ноль. В смысле? Не в команде? На свои тренировки? Я каждый раз, когда в вас нет, приезжаю. Не, имеется в виду Родину Медиа. Спасибо. Я нахожусь максимально в команде. И для меня я пропускаю через себя. Потому что ты думаешь, что футбол лучше всего, Игорь. Понимаешь? Не, а есть какие-то шаги для того, чтобы выйти из этого тильта? Ну, завтра вот мы узнаем. У нас не было общения после поражения с тренером. Ты допускаешь, что после завтрашнего дня у вас сменится тренер? Нет, я вообще даже не хочу об этом думать. Но напряжение же есть. Ты сам говоришь про то, что в разные стороны вы смотрите. А в какую сторону смотрит каряка? В любом случае, знаешь, я хочу сказать вот что. Во-первых, я люблю испытывать разные эмоции. И особенно, когда тебя касаются трудности, это вообще офигенно. Потому что они тебя учат чему-то. Мы, я там, как руководитель своей команды, ни разу через это не проходил. Вот сейчас у нас такой сезон. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего критичного не происходит. Мы выходим в плей-офф. Да, у нас какая-то хуйня произошла на прошлой игре. Завтра мы все обсудим. Мы нормальные люди. Можем сесть за стол и поговорить. А как сильно вы зависите сейчас от результата? У нас нет зависимости от никакой. Я не считаю, что мы проваливаем этот сезон как СКА. Мы выходим в плей-офф. Мы, естественно, хотим достичь максимального. Мы ставим задачу перед нашими игроками, перед собой, в первую очередь, выходить в каждый финал в любом турнире, в котором мы принимаем участие. И волей-неволей у нас это получается. Там были подводные течения. Где? Ну, насчет Шайгерова, Газдана. Я бы это не понимал, если бы некрасиво про Газдана некоторые вещи ты говорил. Какие? Ну, что типа вот Кубок России, что он там бухал, что типа кто из родины уходит в чемпионы, приходит, становится чемпионами, уходит, становится неудачниками. Ну, это же было конкретно про Салима сказано. Ну, ты не знаешь, как вы разошлись. Можно воспринимать по-разному. Ну, да. Можно воспринимать. Но как будто если к своим относиться, значит, кто не захотел уходить, будь нормальные отношения. Не спорю. Можно было держаться за игроков. Точно так же, как и им можно было оставаться в команде. Они поступили ровно так, как они хотели. Мы их не стали держать. Те, кто хотел остаться, они остались. Много к кому приходило предложение. Почему вы не говорите про Алекса, про Хантера, про других игроков? Когда ты понимаешь, что человек изначально, когда я почувствовал, что Газдан, он увидел отношения Тудроц, понял для себя, что это лучшая команда. И он захотел быть там, захотел быть в центре внимания большой команды, где, ну, самой медийной команды. И, конечно, зачем мне тягаться там с вами, каким образом? Только деньги сыпать ему. Но мы не можем себе этого позволить. Естественно, мы его отпустили. Жалею ли я о том, что мы отпустили там Макса Швагерева, Пичу или Оли? Нет. Жалею, что Газдан отпустили? Отчасти да. Потому что он создавал больше именно атмосферу внутри команды, а не и, естественно, то, что он делал на поле. Поэтому тут, конечно, уже все приходит с опытом. Плохо ли мы хоть с кем-то поступили из игроков? Нет. Никто не скажет, что мы кому-то что-то не выдали, кого-то кинули, кому-то там не оплатили лечение или еще что-то. Это, конечно, не только футбол. Под каким соусом ты это преподносил, когда они уходили? Что у вас игроков за неадекватные деньги перекупают и прочее? Кого? Мы платили этим игрокам в два раза меньше, чем они получают. А кому? Сколько вы платили? Максу Швагереву мы платили в два раза меньше. А сколько он сейчас получает? В два раза больше, чем в проекте медиа. Вот это точно информация есть. Ну да. Но это не так. А ты откуда знаешь? Он бухгалтером кал. Просто я напрямую у людей спрошу. И когда это тоже самое про Газдан, эту историю, которую вы там тоже начинали раздувать. Ты же знаешь, что ты несешь хуйню, это неправда. Ты думаешь от того, что ты это говоришь на серьезных щах, все должны в это верить сразу? Но люди, которые здесь сидят, они понимают про цифры. И ты это тоже в курсе. Броков признали командой Тура? Я думаю, это заслуживает. Есть возражающие? А по каким критериям? Я просто... Ну я... Потому что кто принимает решения, я не знаю. Ну я думаю, это исходя из результатов главного матча Тура. Если брать Дерби, самое серьезное. Сейчас за футбол дают, да? За футбол, да. То 100% мы. Просто два тура народная команда, как будто бы понимая, что там нету спортивной составляющей. Но как будто есть люди, есть какая-то драматургия в самом матче. И как будто бы как медиа и как команда Тура, ну можно было бы... Ну я просто истинно за народной не следил, но... Ну за камбэк в туре, когда десятки дали. За 5000 на трибунах в Ростове. За какие-то перфаунсы. Слушай, ну как будто вот в этом туре, ну броки заслужили. Все, что касается... Но в прошлом туре то, что десятки дали в игре с нами, очень странно было. Просто исходить из предыдущих результатов лучшей команды, если брать, то они, по-моему, все были по футбольной составляющей. Если по футбольной дают, я просто не знаю, по какой причине дают. Отсюда это и складывается. Но я думаю, в совокупности всего... Как будто бы в какой-то момент, например, в первом туре дали Басу. И там как будто бы было больше за яркости. Да, Бас был очень яркий в первом туре. Они не забили пенку, хотя могли выиграть. В итоге перешли в серию, по-моему, да? В серию они перешли или как? И в итоге выиграли по серии Булетальти. Но просто, мне кажется, всегда плюс-минус смотрят по такому сплаву. Совокупности. Совокупности, да. И медийки и футбола, мне кажется, чуть больше делают упор на футбольную составляющую. Но просто вот в этом туре как будто бы по вот этой совокупности даже никого больше и не выделить. Потому что не было как будто бы ничего суперяркого. При этом, да, ну понятно, что центральный матч тура, это броуки десятка. И броуки победили в этом матче. Ну, мне кажется, что, наверное, да. Наверное, тут все... Споров минимум может быть. При этом в Борисове было, ну, прям, не так много людей. Там не нашла как раз? Человек 600. 137. Чему там на первом месте нет? Я таблицу видел. 137 человек. Или там, мать, кьем, крутые цифры. Ну, честно сказать, отбери. Относительно там... Ну, дождь был, да, вы ебанулись. Нет, этого матча, ну, надо лучше подогревать, надо ультру с собой брать. Не получилось в этот раз. А что, Азбер? Подожди, а вы как-то прогревали матчи? Ну, между собой, я имею в виду. Ну, я к тому, что сейчас это еще работает, то что какие-то прогревы? Как-то все равно, ну, работать в эту сторону надо. Но просто у десятки тоже история в том, что у них есть там президенты, но ты понимаешь, их уровень вовлеченности в некоторые матчи, он низкий, потому что им нужно там принимать участие в своих обязательных мероприятиях каких-то. То есть как-то коллаборировать с ними, ну, сложно. У них структура другая. Ну, давайте честно скажем, мне кажется, просто... Ну, слушай, на самом деле, я понимаю, что ты сейчас вкидываешь, но доля правды очень большая в твоих словах есть, потому что не преуменьшая значение Броуков, просто Броуки, это такая, мне кажется, первая команда в Медиалиге, которая сделала привязку к локации. И на Броуков там действительно приходят люди в Одинцове. Смотри, если там не вывеска, то тоже, ну... Ну, все равно, понимаешь, там, условно, в Одинцове на матч Броуков с той же десяткой точно пришло бы там... Ну, тысяча две. Да, ну, больше народу там тысяча две, наверное, пришло бы. Смотри, мы, допустим, играли в Минске, я тебе скажу, с Демедиа. Это был даже матч, не матч МФЛ. Мы этот матч, ну, на протяжении недели с двух сторон как бы подогревали. Реально, делали работу. И там пришло много очень людей. Ну, да, там была нормальная посещение. Там вся эта трибуна была забита за спиной. Я не знаю, сколько там точно было. Ну, знаешь, тут больше другой вопрос. Нужно ли делать такие матчи выездными? Потому что, как будто бы, если бы вы, например, сыграли с десяткой в Одинцове или даже на Москвиче, это собрало бы больше людей. Ну, нет, конечно, там, как минимум, была бы ультра, логично. То есть, это сразу тебе гарантируют, там, 700-800 твоих зрителей. То есть, это точно было бы. Но, с другой стороны, это новая локация. Мне было приятно на Борисове не сыграть. Она очень красивая. И для меня, ну, выезд интереснее, чем, допустим, сыграть матч в Одинцове, если есть альтернатива. Но, если говорить о плей-офф-стадии, конечно, хочется, чтобы домашние болельщики смогли прийти и поддержать. Ну, для меня это было бы приоритетным. Ну, давайте честно. Давайте честно. Мне кажется, что пока что в медиалиге, именно с точки зрения того, как можно, какое количество болельщиков можно собрать на трибунах, только три команды могут полноправно, да, вот, получать эти выездные матчи. Это Тудроц, это Амкал и это народная команда. Это три команды, которые могут собрать хорошие цифры, действительно, на трибунах. Может быть, не в любом городе, но во многих больших городах. Я скажу так, в следующий раз, если мы сыграем, допустим, в Белоруссии, я уверен, что будет больше болельщиков. Ну, еще раз, если мы в следующем сезоне еще где-то поедем в Минск сыграть, там несколько тысяч точно придет. Погай, Дусани, попитивки, оп. А почему? Подожди, а почему несколько тысяч придет в Минск в следующий раз? Ну, потому что мы уже собирали, у нас был опыт. Я не знаю, почему с Борисовым это не сработало. Во-первых, он все-таки, это не Минск. Не Минск, нет, нет, я согласен. Согласен, но и на Амкал, и вы же там с Десяткой, или нет, вы в Минск играли? Вы не играли в Борисов? Дрот играли в Минске, но вы играли с Холинцем, и там было очень много людей. Вот, нет, нет, только мы там играли, получается, да? Да, да, да. Да, вот, и там было прям очень много народу. Ну, ты понимаешь, что... Я не сравниваю Амкал, я не сравниваю сейчас. Нет, это история такая, что у нас был опыт того, как мы прорабатывали матч в Минске, он был положительный. Потому что я не знаю, кто там следил, но действительно там было много людей. Меня даже это удивило. То есть, но с Борисовым так не сработало. Я думал, что ажиотаж будет больше, но я бы не сказал, что он какой-то критичный поход. Все равно люди пришли, все равно там было много людей, которые хотели сфотографироваться. Для них это в жизни тоже праздник. Может, надо было придержать козырь, как вы на корову играли, только там это сделать? Ну, надо было, знаешь, на что... Нет, там, наверное, нельзя. Там все... Это еблка. Потому что не Индия, почему нельзя? В Индии на корову нельзя играть. Там все в сельское хозяйство идет. Там к этому серьезно относятся. Ну, босу купили. Ну, темно, ты просто скажи, ты заебал. Просто скажи, ну, хуёво, блядь. Ну, мы будем работать. А он так сказал. Ты сказал, что мы будем работать. Я не сказал, в смысле, почему вы обесцениваете вообще эти цифры? Нет, слышь, нельзя обесценивать. Как можно обесценить 800 человек, которые часть своих жюри... Не ври, не ври, не ври, не ври, не ври. С футболистами и стаффом. С футболистами и стаффом. С футболистами и стаффом. Ну, 800 было. А он и припиздел. И тут момент какой. Что ты говорит, вроде. И тут момент какой. Что люди все равно пришли, потратили свое время, довольно много этого времени. Респект. Чтобы посмотреть, чтобы поддержать. И нас поддерживали. И даже у десятки был мини-сектор из 15 человек. И они не кричали. И они кричали. И что, все с чего-то начинают. Конечно. Братан. Это как карьера Фифета. Ты тоже удивительный. Вот у тебя есть какой-то пласт людей. Им нужно быть благодарными. Я благодарен вообще всему. Что? У тебя сразу пришло 20 тысяч? Нет, конечно, братан. Ты сам прибыль на МКСе. Помнишь, там трибунка маленькая. Ты комментируешь матч, мы все это видели. Вот и так. Я сейчас тоже считаю с того времени. Только вот теперь в своей команде. Понимаешь? Красавчик. Делал цифры. Делай, делай. Вась, у вас вторая победа подряд. И есть ли ощущение того, что вы выдохнули? Вы чуть расслабились? И вы понимаете, что вы набираете? Да я думаю, нет. Странно. Давай проработаем. Давай проработаем. Смотри, у нас... Они еще могут не выйти. У нас... У нас самая плотная группа. Это прошлый матч, который мы играли с Fight Nights. А с кем вы играете, извините? С Басом. А там история может быть... С Fight Nights матч, это уже был первый матч плей-офф для нас. Для Баса. То есть, ну, первый матч плей-офф. По-другому никак. Сказать, что мы хорошо его сыграли, ну, наверное, по качеству игры не прям фонтан было. Но тут же главный результат сейчас. Да, глупое удаление Абы. Ну, собственно, а когда они провоцировали? Я Камилу говорил, я говорю, ну, вот представьте, сколько раз было провокаций, там, миллион в мою сторону. Дело... Я чуть перебью тебя здесь, потому что здесь дело-то даже не в провокации. Понятно, что было, там, может быть, поведение Толи, которое можно обсуждать, и которое было не самым, возможно, там, честным, красивым. Просто он бы... Я объяснил людям, объяснишь, что... Нет, я... Толя, Толя просимулировал после того, как его... Подожди, я сейчас покажу просто. Изначально. Вот так вот было, да, и он упал, повалился... Нет, он упал по умеренности. Позже. Ты же понимаешь, что дело не в падении. Дело в том, что желтую карточку, вторую, он бы получил все равно за фол. Я об этом и хочу сказать. Вот, поэтому тут дело не в провокации. Дело в том, что сначала просто был небольшой стык, и после этого, раз человек летит в ногу, и уже после... Когда первое было нарушение... Это желтое было. Это желтое, и даже, может быть, что-то между желтой и красной. Правда. Вот. И второе нарушение, это, ну, 100% вторая желтая. Я не знаю, как можно после, получив вот такую желтую, снова лететь туда. Короче, здесь, да, можно говорить о том, что Толя действовал некрасиво. Толя и сам об этом говорит, вот, но так и так получил бы эту красную карточку. Десять человек футболистов в данной ситуации, и десять бы одинаково бы сделали. Как? Нет, не факт, ну, не факт, что все. Еще, ну, мне, конечно, вы, люди футбольные, конечно, вы это говорите. Да ты бы не упал бы, ты бы газовать начал. Я бы не упал бы, но... Я тоже, если пью так сделать, чтобы... Поэтому десять. Нет, но факт остается факт. Ну и что, вот он упал. Да, ну, ничего критичного реально не произошло. Ну, симулировал, нарисовал, как делают это футболисты, это все делают. Что-то обсуждать, это, по-моему, момент вообще. Да-да, просто сейчас, в нынешнее время, когда все снимается, особенно в медиалиге, это периодически выглядит немножко забавно и комично. Да-да-да, и об этом, наверное, надо помнить, что, то есть, ну, просто в этом очень часто, правда, особо нет смысла. И если ты претендуешь на эту, на то, чтобы соперник заслужил, там, не знаю, желтую, не желтую карточку, ну, посмотрят повтор этот. Посмотрят все равно повтор и выяснят, что там было, когда речь идет об удалении. А вообще, ему это сделали, и потом, мол, через какое-то время, потому что там прям, через секунду, да, секунду-то, да. Ну, если, давайте, не одновременно, да. Симуляция идет, ну, тут же был прецедент, в любом случае. Ну, там же просто момент, он как будто бы сначала расстрелился, и потом, за то, что ты, типа, чрезмерно рисуешь, карточку замерзаешь. Нет, за это ничего нет. Давайте дальше, но при этом... А ты, да, у вас мысль данная. Да, но при этом ты говоришь то, что нет такого ощущения какой-то легкости. Его сейчас нигде нету, понимаешь, когда дело касается результата. Ну, все равно, знаешь, Амкал начинал прям пробуксовывать. Нет, смотри, тут есть две ситуации, есть две ролевые модели. Первая ролевая модель десятки, которая с матчем с Тудроц, она уже на горе. В первом матче они такие, ну, все, мы теперь до конца сезона будем на горе сидеть. А есть Дроты, которые в первом матче спустились с этой горы и потихонечку двигаются в эту сторону. Вот сейчас броуки просто спустили десятку. Ну, кстати, для десятки это очень полезное поражение. Вообще, если братья, у них тайминг идеальный, вышел. Смотри, тут опять же несколько есть вариантов. Вариант первый, это пойдет им на пользу. Вариант второй, они сфорсировали подготовку и подошли к... К пику рано. Чуть-чуть рановато. И сейчас они просто вот так вот уже не вытянут. Вопрос, первое место или второе, это важный момент. Если первое место занимаешь, время есть. Если второе место, третье, там уже все, один матч, это очень сложно. А то в тонусе. А то в тонусе. В тонусе это хорошо. Но вот у десятки с одними матчами проблема. МФС минус МФЛ минус четвертый сезон. Один матч. Если вот эта 1-8, она будет в середине недели, то не прямо. Да, в этом году же так. Она будет, да. Поэтому... Через три дня, правда? Здесь очень сложно прогнозировать что-то. Конечно, хочется, чтобы все подошли в очень хорошем состоянии. Но Амкал сейчас стремится вот к ролевой модели Дротов. Где мы накатываем по ходу сезона. И прежде всего в плане результата, я скажу. Потому что это как матч Борусия и Реал. Я-то думаю, империя падает, Вася, ебаный рот. Это ролевая модель уже. Мы стремимся к лучшему. Ты заметь, вот я отмечаю Тодорос. Я отмечаю десятку. Мы к лучшему стремимся, конечно. Борусия играла очень хорошо. Но в какой-то момент все понимали, к чему это все приведет. Это был матч просто Демидиан Кал. Борусия Реал, это Демидиан Кал. Поэтому здесь... Сто процентов, блядь. Нет, нет, ну так... Ты, подожди, подожди. Ты, когда смотрел финал Лиги Чемпионов, неужели ты каждую секунду не думал о том, что это Амкал Демидиан? Ты его вообще не смотрел, он не футбольный, блядь. Я уверен, что каждый человек в мире, кто смотрел за финал Лиги Чемпионов, проецировал именно тот матч в Минске. Сто процентов. Хорошо, после игры... Реал целовал штангу. Да, после этого подошли все. Каждый. После матча Амкала с Fight Nights, фанаты Броуков... Блядь. Оголтелые ребятки спиздили флаг. Отняли баннер, отняли флаг Амкала. И потом Дэн Безопасность героически его вернул. Райзен. С кого спрашивать будем? Ты был связями, кажется, в этой ситуации. Ну как, там было пару звонков. Но там грязные истории, не хочу рассказать. Что ты людей подключал? Я бы там не хочу рассказать. Ну если надо, конечно. Да расскажи заебором. Ну короче, там история вся заключается в особенности этого флага. Потому что пошла новость по фанатскому комьюнити, что якобы у Амкала какой-то особенный флаг. И они сами об этом сказали. Якобы он соткан из шерсти кошек. Какой-то разновидности кошек. И типа, кошки же, когда они падают, они всегда на лапу приземляются. И что этот флаг нельзя повернуть. Типа, только ты можешь, ну, так прочитать. Мужик говорит, я в это дерьмо не верю. Я говорю, я тоже в это не верю. Он говорит, но я ничего не могу сделать, типа. Я в это не верю. Я говорю, ребят, ну, я тоже в это не верю. Это полный бред. И после этого я смотрю, я не знаю, что клад фотографию, где они перевернули флаг и сфотографировались. Понял. Как вам эта тенденция? Это, по-моему, кстати, не первая уже история. Когда Райзен пиздоболит? По-моему, блядь. Это, по-моему, не первый раз уже было. Нет, ну, реально, по-моему, если я не ошибаюсь, но вот эта история с флагами, она же не первая. Что, блядь, неправда? Я не скажу, что... Ну, если я правильно помню, до этого... У вас, блядь, у полейщиков флага отняли, а вы смеетесь? Да, я вообще в этом не вижу. Да, да. Некид, некид. За кого? За ультру, нахуй? Ну, что надо сказать? Ну, впречься за что? За пиздобольский рассказ? Или за долбоемов? В чем он неправда? В том, что такого не было? Чего? Ну, твоя версия, или это правда? То, что ты подаешь? Так я тебе говорю, оказывается, неправда. Ни хрена он, обычный флаг. Из обычного полокна. Ну, значит, пиздобольство. Так я и говорю, что пиздобольство. Уфа. Ну, так я тебе сказал. В смысле? Это опровержение. Он из обычной ткани сделан. Флаг этот. Его тоже можно перевернуть. А зачем ребятки-то украли? Вот это, ну, проверить решили. Так у вас что, я не понимаю. Как можно, ну, ты сейчас не шутишь о том, что люди у вас на секторе серьезно так думают? Так, а я не знаю, блин, он как оказался вообще у них, украли ли они его или нет. Он травит, блядь, что вы, блядь, блядь, как-то серьезно обсуждали. Как мы и серьезно, конечно, это не обсуждаем. В смысле? Ладно, хорошо. Подожди, я не знаю, как он оказался у наших болельщиков. На двое, в пять минут уже, блядь. Да, очевидно, что он подъем бывает. Нет, то, что ты не знаешь, это очень здорово. Вопрос просто в том, что... Нет, ты знаешь? Что? Как он оказался? У кого? У наших фанатов. Ну, я видел видео. А что было на видео? Ну, у нерда украли, блядь. Здоровяк подошел и, блядь, блядь, болельщик вам кала, отнял флаг. Покажите видео нереально. Я, ну, фау-фау-фау-фау-фау-фау. Нет, там бедна только концовка, как человек уже бежит с флагом и все. А что ты там, блядь, приукрасил? У нерда здоровый кип отнял флаг. Ну, у вас здоровый кип, у бедного болельщика мкала. Там такой человек, а вот сейчас домой придет, и, блядя, кто будет рейтинг апать, а у него 1500 ммр, блядь. Подожди, ты видел. Ладно, короче, я не знаю, вот факт в том, что волокно обычное. Нет, давайте более серьезно поговорим. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, не первая такая история, когда у кого-то там отнимают флаг и все такое. Нет, подожди, а то есть, когда ваш флаг там или что-то топчет, ты вызываешь на бой человека? У нас не флаг. А что, у вас тряпка? Футбол. У него футболка. Блядь, одно и то же. Нет? Так, его ж никто не топтал. Так, ты уверен? Я даже не знаю, как он оказался до конца этого, не в курсе. Я знаю то, что флаг наших фанатов мне говорит, мне Дэн набирает и говорит, так-то, так-то, верните флаг. Я говорю, ну, позвоню ультре. И он позвонил, они вернули. В чем проблема-то? Нет, ну просто тут вопрос в том, что... Проблема нет. Ты знаешь, что, стой, у нас в Одинцово козлы, ой, не козлы или кто, кони, по-моему, тоже там что-то... Короче, какая-то машня была, что у нас тоже там флаг этот кто-то вырывал. Я не помню, на каком матче. По-моему, не у вас, а у кого-то другого. Вот, у этого бедняги, братик. Ну, блядь, чел идет вот так вот очки поправляет. В смысле очки поправил, факт показывает, братан. Ну, вот так очки поправляем. Так там нет ничего. Человек пришел на трибуну, поваляется, решите, в этой команде. В этом настроении портит. Но, Артюк... Если бы здесь хотя бы был человек, который бы объяснил ситуацию, как она произошла, у вас даже информация... Нет, подожди, Артюк, тихо, тишина. Есть конкупка, что взяли и забрали флаг. Как будто бы многие могут вообще не понять, о чем речь, потому что выглядит странно. Появилась информация, что фанаты броуков отняли флаг у Амкала. На фанатском языке отжать флаг – это унизить, по сути. Так, вы достоверность... А потом появилась информация, что Дэн Безопасность вернул этот флаг, забрал их у фанатов броуков и должен отдать Амкалу. И мы просто тут обсуждаем, насколько это норм или не норм история. Ваше мнение. Конечно, не норм. Но если топтать какую-то майку броуков, это, блядь, зашквар полный, и это пиздец, давай драться, ты потому что унизил меня. То здесь... Я не говорю, что унизил. Я говорю, некрасивый поступок. Ну, а это красивый поступок? Слушай, ну, нет, я не скажу, что это красивый поступок. Все, так а почему тогда он так же не осуждается, как ты осуждал уколы? Ну, так это же логично, почему так не осуждается. Во-первых, потому что я не знаю всех обстоятельств. Нет, для меня это нелогично. Для меня результат один и тот же. Люди, смотри, люди... Тебе объяснил же человек сейчас только, что... Появилась информация. ...на языке фанатов, что это забрать флаг унизить. Смотри, мое мнение относительно этого. Если этот эпизод является серьезным раздражителем между двумя большими скоплениями людей, да, группами людей, он может привести к конфликту. Конфликтные ситуации на этом уровне не нужны. Соответственно, такие действия тоже не нужны. Еще есть вопросы? Извинения когда будут? Какие извинения? Или на бой надо вызывать? Да я думаю, они сами разберутся там. У них есть какой-то... Нет, ну ты же уколы подтягивал. Я бы, кстати, глянул вот такой вот межсобойчик. Какой? За майку. Какие извинения? В аврину, наверное, разворка. Кого с кем? Хороший. Ну так ты, как представитель Брок Бойс, должен отвечать за фанатский сектор в том числе же? Я не могу отвечать за фанатский сектор. Подтянули тюма. Там сидят другие люди, я могу отвечать за фанатский сектор. Вы их никогда не помогаете. У вас чувак никогда никакую копеечку не получает из фанатов? Спонсировал ульту или нет? Конечно, спонсировал. Мы им выездили. Мы им наоборот. Про мне что, чтобы поговорить. Покупаем билеты, ребята. Если им нужно сделать, допустим, какой-нибудь перформанс в виде там флага, что мы даем деньги, вы что же даете? Так, получается, что... Я вот и спрашиваю. Получается, что в целом ультра отчасти тоже ваша структура. 100% ваша структура. Ты имеешь отношение? Ну, когда они играют на наших матчах, и то я не несу ответственность за действие людей. В смысле? Юлий, ты смотри. Василий, я тебе объясню. Если бы я сказал бы какому-то человеку из ультры, ребята, украдите флаг, я бы тогда должен был извиниться, если бы считал себя неправым. Я вообще никогда в жизни никому из них не говорил, сделайте там что-то или прочее. Как я могу извиняться за те поступки, которые люди совершают сами? Чувствую запах пиздоболь. В чем логика? Думаешь, команда сверху была? Смотри... Думаешь так? Ну, ты так думаешь? Смею полагать. Я готов, хочешь, мы можем покинуть трактор лжи. Да нет, понятно, что я тоже, я честно не верю в то, что там какие-то были указания сверху. Мне кажется просто, что если ты говоришь о том, что ты осуждаешь эту историю, и что ты с ней не согласен, мне кажется просто абсолютно правильным будет с вашей стороны, это нормально, там, я не знаю, либо онлайн, либо оффлайн встретиться и с вашими пацанами это проговорить, с вашими болельщиками сейчас. Вот, потому что просто такие истории, если это действительно там столько такую подоплеку под собой имеет, что это там унижение и так далее, я просто никогда не был вхож во все эти фанатские движения, то это просто будет приводить к тому, что начнутся некие околофутбольные истории, которые пока еще у нас нет, но вот такие штуки, они как раз-таки их и провоцируют. И поэтому, мне кажется, что абсолютно правильным будет, раз это сейчас случилось с вашей стороны, я имею в виду со стороны команды Broke Boys, просто проговорите это с фанатами. И я считаю то, что фанаты видят это обсуждение, они понимают то, что это серьезный эпизод, такой же абсолютный эпизод относительно там и футболок порванных, я считаю, что это должно регламентированно как-то быть, ну то есть мы должны с точки зрения регламента тоже эти моменты пресекать. И здесь они увидели, поговорили с Дэном, я уверен, потому что тоже Дэн вмешался там, явно что-то серьезное было, и желание там впредь такие вещи повторять, я уверен, у них ни у кого не будет. Ну ты же понимаешь, что все равно... Я думаю, что я подложил всю эту историю, то, что просто любые такие темы могут привести к плащевым последствиям. Да, к вещам, которые разве около футбольных тем нет. В медиафутболе? Да. Мне кажется, это... А Дэн и спортдир в Файт Найт. Это футбольная тема. Футболь? Прям на поле. Это братцовская история. Да, выглядел со стороны жестко. Выглядел со стороны жестко, да, мы говорим сейчас о том, как Дэн-безопасность в прыжке останавливал Диму Шишкова. Спортивного директора Файт Найтс. Спортивного директора Файт Найтс, да, а я потом как раз видел, как Дима вместе с охранниками вышел за пределы стадиона, и он был, конечно, очень разозлен, я хотел записать его в своем уличном подкасте, но, кажется, он был не готов. Интересно, сколько получит дисквалификации Дима? Валех за свое... Ну, за свое происшествие получил... Толчок. Ну, сколько... Дима просто бежал и под грузовик попал. Валех, я так понял, что... Нет, ну, Валех... Он получил до конца сезона. Я одновременно. Валех получил... А вы говорили Валех? Валех. Я по-другому... А, слушай, что-то много про него уже. А, это самое, он до конца сезона, но условно получил, и акреду ему вернули. До конца года, по-моему. До конца года даже? Ладно, мне кажется, тут важно как раз перейти к следующей теме, вполне органично. Дишь бы не говорить про Валеха. Валеха. Было несколько решений, да, в том числе и по Валеху, ему... Он возмущался, что ему за такой вот примерно толчок дали год услугу. Но, мне кажется, когда любое условное наказание, это... Это просто предупреждение, по сути. Поэтому я бы тут не останавливался так долго. А тут гораздо более интересные другие решения. Например, за факи в сторону трибуны Амкала футболисту Кане Подмареву дали два матча. Что, мне кажется, например, странным. Мне не дали ни одного. Ну что, по матчу за фак? Ну, вам не кажется, что это плохая история? В том числе, понятно, что есть провокация. И он получает красную карточку, но это же автоматически уже и есть один матч. Зачем давать еще один? Не снизит ли это как бы накал? В целом, наверное, многие действия, которые происходят в лиге, они снижают этот накал. Это ощутимо. Ну, а вот вопрос, стоит ли это делать или нет? Потому что в том же UFC, там, вроде, Конор, когда в Бразилии, там, присухи вел. То есть, его там, пиздец, освистывали, но и он и толпу поджигал. То есть, мне кажется, знаешь, ну, это некрасиво. Есть, кстати, фотка наша хорошая такая. Это некрасиво. Ну, а что такого? Ну, если ты, дурачок, хочешь показать трибуне в факе и навести на себя... Ну, типа, это приводит к стычке между другими игроками. Ну, у нас это... То есть, может перерасти в массовую драку. Нет, по-моему, это будет провоцировать трибуну. Ну, что угодно тогда, можно сказать, может привести к массовой драке. Вот реально, грубо говоря... Гол. Гол может, да, кого-то насильно расстроить. Или слишком яркое празднование, там, условно. Ну, да. Нет, здесь история просто в чем, для меня тоже странно кажется. У нас там есть эпизоды рядом какого-то там неадекватного поведения. Одно трактуется так, другое трактуется так. Ну, тогда давайте уже под все гребенку скажем, что у нас, типа, лига, которая себе там позволяет многое, да, и мы не будем за такие-то вещи давать дисциплинарные наказания. Либо мы какой-то ценз выработаем, по которому будем двигаться. Ну, короче, как мы говорили, практически про любые истории нужны четкие критерии. Что вы там определили? Ну, реминить явно будут дорабатывать. То есть, мы в этом сезоне столкнулись с его несовершенством. Я с Димой Картовой на этот счет говорил. Он сказал, ну, да, это нормально то, что лиги развиваются от сезона к сезону. У нас вот такие прецеденты появились. Одно так, другое так. А сколько стоит вот все это, знаешь? Ну, хорошо, а скажи, вот что с козлами делать? Ну, вот как нужно наказывать козлов? Ты имеешь в виду за ту рекламу? Да, то есть это, допустим, страшнее. Но их не должны вообще допускать с этой рекламы, грубо говоря. Да, но с другой стороны, типа, лига как будто бы на законы Российской Федерации ссылается, но на что же нужно что-то контролировать? Ну, короче, очень много странных вещей. И когда, допустим, мы этот вопрос там поднимали, я пошел смотреть регламент, и я понял, что ты с ним не можешь работать, потому что нарушение есть. Куча пятен. А на что оно там ссылается, какое наказание, этого нет. Поэтому пусть доработают, и в следующем сезоне проще будет. Ну, знаешь, еще в истории с козлами странно, потому что это не первый прецедент даже с этой же командой. То есть как будто бы их прошлая история должна была спровоцировать лигу на то, чтобы как раз добавить этот пункт в регламент. Из моей логики да. Ну, как я думал, да, но видишь, к сожалению... А что написано в регламенте? Что будут недопущены, что команда обязана соблюдать? Она обязана соблюдать. Там написано про то, что команда обязана соблюдать законы рекламы Российской Федерации. Ну, короче, все равно, все что будет прописано, это то, что это грамотно, опять же, было бы, что команда будет недопущена до матча. И чтобы она была недопущена до матча, это должна проследить за этим людям на первую очередь. Ну, слушай, ты понимаешь, в чем история? Там есть часть пунктов, которые, допустим, ссылаются еще и на штрафы. То есть несоблюдение такого-то, такого-то. И даже блоки есть целые, которые приводят тебя к штрафу. А здесь просто момент, он прописан, и штрафных санкций никаких нет. Понятно, они должны... Так вот, штрафных санкций Крапу не дали играть за Гоутс. Да, не иду. Ты сказал про то, что есть какие-то еще вещи, которые, по-твоему, снижают градусы. Что ты имел в виду? Ну, там удаление тренера красного куда дают. Вот я просто не помню. Тот же, по-моему, спортивный директор Дмитрий, да, он пнул там мяч. Если вспоминать первый сезон, за это даже бы вообще просто никто бы ничего не посмотрел, ничего бы не дали. И непонятно, я согласен, что здесь неясно. Ну, тут надо понимать вектор, куда мы движемся. Мне лично пиздец как скучно. То есть я бы кайфанул, например, от матча там Родина-Броуки с точки зрения эмоционального взрыва. Это будет просто невероятная эмоция. Особенно два матча. А ты сможешь сдать такие эмоции? Да, конечно, я их накапливал. Тёма-то, понятно, с ним не поменялась. Не, Вась, смотри. Ты же сам поменялся. Я поменялся, когда у меня сын родился. Но когда ты выходишь против тандема, против десятки, например, которые вообще никак не реагируют, они не спорят там, допустим, так ярко со судьями в каких-то моментах. Ну, то есть ты понимаешь, что нет оппонентов, в принципе, с которыми можно было бы чуть-чуть наподжигать. Стоят ребята там, не классика, Сева и все остальные, они не понимают, им даже нечего снять, потому что нет того, что было в первых сезонах. И вот это, конечно, проседает. Вспомните, подожди, Вась, вспомните, когда заканчивался тур в воскресенье, да? Блять, всю неделю было что обсудить, всю неделю было что обсудить. Сейчас матчи закончились, все, в понедельник всем похуй. Бля, мы сейчас, знаете, у подъезда сидим и вспоминаем, как раньше было лучше и что трава была зельнее. Нет, нет, подожди, сейчас там качество съемки пиздатый, там стадион и так далее. Я говорю про вот эту вот ступу из зимы. Про душевность, типа вот это вот было, была аутентичность некая этого медийного футбола, а сейчас все стало слишком как-то красиво и профессионально, да. Ну, есть в этом доля правды, я согласен. Ну, как будто бы это те издержки, которые приходят с выросшими бюджетами. Слушайте, ну, значимость, ну, смотрите, риски у Коли, ну, что было из рисков, когда там все хуесосили друг друга, потом извинялись на конфи? Никаких рисков, по сути, не было. Сейчас медиалига это огромный бренд и огромный пласт футбола уже России. И сейчас уже, ну, скажем так, один шаг в какую-то не ту сторону. Ну, Даня, ну, просто проблема в нас всех, то, что мы по факту не можем дать альтернативу, это тоже ничего хорошего. И я откровенно могу сказать, ну, мне с такими людьми, как ты, Саня Текила, здесь очень неприятно находиться, потому что как на тебя не гореть, я не понимаю, а ты откровенно лжешь. И ты это делаешь самым провокационным образом. Ну, это поразительно. Вы знаете, я себя ловлю на мысли, я вспоминаю посты Димы, которые он писал. Я в худшем комьюнити, в котором я когда-либо находился сейчас. И благодаря вот таким людям. Ну, подожди, не перебивай. Ну, дай я тебе сейчас расскажу. Я тебе сейчас просто скажу, ну, взаимно. Здесь сидит человек, вот, условно, даже там ты и собрать. Вы понимаете, вы понимаете правила этой игры, условно, и это тоже понимает правила этой игры. Вы иногда специально накидываете вот это говно, на которое я лично не могу адекватно реагировать. И я в конченого долбэба превратился. Схожего с вами. И это очень печально. Вот здесь вот, сохраните. Просто реально. Степ-бай-степ я стал долбэбом. Тел, подожди, секунду. Провокационного и такого, который... Реально, у меня к себе шают другим людям. У меня больше к себе вопросу, блядь, куда я вообще заехал. Вот, предконференция перед финалом в Волгограде. Ну, я тебе могу пообъяснить, почему я так на тебя говорю. Я тебе могу сейчас объяснить. У него есть объяснение на все. Слушай, я не с тобой сейчас разговариваю. Ты не сделаешь, я тебе сейчас объясню. Ты за круглым столом, где мы разговариваем. Ну, я к тому, что ты вот на эту шагу. Мне конкретно вообще конченую херню сделал. Вообще странно, представляешь, что такое мог, когда я там, не знаю, лет 7 назад себя видел где-то, что я до такого, в принципе, скачусь. Но я тебе объясню, из чего я исходил. Ну, мне хотелось максимально некрасиво по отношению к тебе поступить и сказать. Потому что ты к Дену, которому я хорошо отношусь, на спокойном лице подошел по трибунке и сказал, что он пидорас. Ты. Просто так? Нет, не просто так. Он на тебя газанул. Да, была предыстория. Но он не заслужил того, что ты его так называешь. Ну, тогда без сезона кусались. Они думают, что ты был такой. Нет, нет, нет. Для меня вот этот, для меня этот эпизод стал, я вообще-то не понял. Ну, я Дена считаю, он играл за реальных броков тогда. Это человек, которого я реально, ну, уважаю, считаю, что он много для лиги делает. Ден безопасность. Давай вообще немного... Подожди, подожди. Подожди, я просто хочу, чтобы люди контекст поняли. Да. Что вы обсуждаете вообще? Вы обсуждаете присуху перед финалом 4 сезона, где ты очень жестко воспользовался. Это, подожди, в контексте чего? Это я спросил, в контексте твоего предыдущего месседжа. Вот месседж для меня и для меня тогда... Нет, я не такой, я такой, в этом-то и весь прикол. Ты с этим столом раз 30 уже оскорбил всех. Когда ты находишься в таком... Кого всех? Ну, меня. Ну, вот ты именно такой. Ну, а чем ты отвечаешь тогда? И я тебе могу, Василий, объяснить, и для меня было непонятно. Я думал то, что ты, типа, человек, который, тем более, там, с севера, ты, там, с севера, какой-то жесткости, на спокойных щах не будешь говорить Дэну, понимая, каким, в принципе, какой жизнью он живет, такие вещи. А какой он жизнью живет? Ну, ты понимаешь, у него есть определенные какие-то принципы. И он какой-то до меня тоже есть определенные принципы. Ну, и как ты можешь человека назвать, который тебе старше, в лицо на спокойном, не на рейдже на каком-то. Ты уже успокоился, ты не взбешен, как там... Можно там на эмоции сослаться. Ну, ты ему говоришь это. Ну, на спокойном. Еще раз, ты контекст введи людей. Я говорю контекст. То, что вы на футбольном поле позорили. Таких моментов у нас в лиге миллион. И потом я такой подхожу к нему и начал его... Он тебе говорит, зачем ты мне назвал такое слово. Подожди, когда я давал интервью, или Коля... Слушай, Тем, ты сейчас... Вот эта история, она никуда не приведет. Ты просто перешел границы. Я эти границы... Ты, я еще раз, в контексте со мной. Ты кто? Ты защитник этой лиги, что ли? Нет, я тебе говорю конкретно в персонале Дэна. Ты перешел... Нет, тогда мне Дэн не важен. А мне важен. Ты перешел в отношении меня абсолютно все границы. Вот абсолютные. И это же ты перешел границы не только в моих глазах, ты в своих глазах. Да, это факт, это факт. Но я тебе объясняю почему. Потому что на мой взгляд... Есть объяснение, Вася. На мой взгляд, я тебе говорю на тот момент... На мой взгляд, на тот момент, для меня было странным, как ты можешь говорить Дэну, блин, такие вещи типа. А я и Коле такие вещи могу сказать. И говорил ему. И Коле в мой адрес такие же. И назвал меня пиздоболом. Короче, я такого не видел. Я тебе сейчас объяснил конкретно тот эпизод. Ну, какие-то вопросы есть, я тебе дешифровал. Я чуть лезу. Слушай, мне, честно говоря, ты сказал о том, что... Дима тебе сказал о том, что находится в худшем комьюнити. Да? Правильно я тебя понял? Ну, нет. Я тебе могу сказать то, что исходя из его постов и какие-то темы. Мы и стали... Вот момент, по которому говорит наш Текила, то, что ему не нравится, что градус падает. Я вообще считаю то, что мы должны как-то... Ну, сейчас вот подумать. Все вместе на тем, как сделать альтернативные просмотры, не на том, что мы хуйню несем, блядь. Так вот, ну смотри, просто комьюнити испоганилось, испортилось. Это правда. И я это сам чувствую, и я чувствую это и по тому, по общению с людьми, которые вокруг. И я чувствую это даже по комментам, которые я читаю под различными видосами. Я не про комменты, про себя. Я говорю в целом про настроение людей. Просто немного для меня, мне кажется, когда ты рассуждаешь о том, что комьюнити испортилось, это звучит лицемерно. Объясню почему. Потому что именно в том числе и с тебя началось гниение этого комьюнити. Потому что ты в том числе был тем человеком, который понимал изначально, дальновидно понимал, что строить свое медийное продвижение, в том числе свое, на хейте гораздо проще, чем на чем-либо еще. Это факт. Это так и есть. И так всегда и было. Секунду. Развин, я тебя прослушал, сейчас теперь расскажу. И когда ты говоришь о том, что наше комьюнити испортилось, и ты, находясь внутри него, сам становишься таким же, и подаешь это как некое оправдание, это звучит довольно жалко. Как мне кажется. Потому что оправдываться за счет того, что вот вы все такие плохие, и я не могу быть хорошим, когда вы все вокруг такие плохие, это странно. И мне кажется, что оправдываясь вот так вот и строя свое отношение, свое медийное продвижение, в том числе за счет хейта, неудивительно, что вокруг становится, вокруг нас, становится довольно много зрителей, комментирующих посты в Телеграме, видео в Ютюбе и где-либо еще, тоже негативно и отрицательно. Если раньше, я не хочу, опять же, чтобы это звучало, что вот раньше было лучше, но раньше действительно вайб был позитивнее, вайб был, извините за это, банальное, но важное в нашем мире слово, вайб был добрее, то сейчас людям кайфово здесь все вокруг постоянно хуесосить, и я убежден, я не виню только тебя в этом, но я убежден, что ты находишься как минимум там в топ, наверное, 5, а то и в топ-3 людей, которые приложил к этому руку. Смотри, Федя, я эту тему начал с того, что нам всем, как мне кажется, не отрицая своей вины и вклада в то, что произошло сейчас, нужно дать альтернативу тому, что есть. Ты думаешь, я не отдаю себе отчет, с чего я начал и к чему я пришел, прекрасно отдаю, я тот же человек, который думает, но я тоже растубен, и мне не хочется в этом прожить жизнь, понимаешь, не хочется. Я уже сейчас понимаю, что мне некомфортно, это не то, что меня радует. Только вы забываете тот прикол, то, что бойцы UFC могут друг другу наговорить хуйни, подраться и потом пожать руки и показать своим примером, вот мы разогрели бой, подрались и потом у нас взаимное уважение к друг другу идет спортивное. Тут вы, наоборот, друг друга хуйсосите, вы друг друга подставляете, вы друг другу всякой грязи пишете. Даже, тоже говорит, раньше комьюнити было более доброе. Братан, Широков давал по ебалу игрокам, во время МКС были разные споры. Широков никогда не относился к комьюнити медиафутбольному. Когда мы просто играли в футбольные матчи, вы тоже накидывались на Тудроц, что мы такие все хуевые, выставляли нас злодеями, пиздец. Поэтому это всегда плюс-минус было. И кто с друг другом нормально общался, потом жал руки. Кто-то кого-то всегда недолюбливал. И так же и сейчас остается, просто появилось дохуя людей, на которые просто скучные. Мне кажется, вот это скорее проблема. То, что в лиге появилось множество людей, которые, блять, не разогреть не могут, с ними и разогревать неинтересно. И они просто тут, блять, из-за того, что это вдруг стало популярно. Они такие, о, хочу тоже футбольную команду, у меня есть деньги, залечу сюда. И они не шоумены, они не ютуберы, они не, блять, да они не пойми, кто. Это разные истории, абсолютно. Это мы про разные истории. Да-да-да, подожди, я понял, что ты это связал, просто это про разные. То, что мы обсуждали, что здесь стало скучнее, и это вопросы не к лиге, то, что здесь стало скучнее. Лига-то свое дело делает, ну, плюс-минус здорово. Качество трансляции растет, география растет, новые стадионы и так далее. Это к нам вопросы. Там, грубо говоря, не ко мне, может быть, и ко мне, и к тебе, да и к нам в том числе. Что мы вокруг себя не воспитываем каких-то новых чуваков. И то, что не появляется новых чуваков, которые делали бы классно, делали бы задорно, делали бы здорово. Но учебники должны сами появляться. Да, может быть, я и говорю, что, может быть, и мы тоже кого-то должны искать, приводить. Нет, и в полигом надо помогать, но невозможно это делать без их желания. Это одно, но ты, ну вот скажи, ты сейчас возразил мне, но у тебя нет ощущения, чувства того, что комьюнити двух-трехлетней давности в общей своей массе было позитивнее, настроено более позитивно, чем сейчас? Это так или нет? Все равно все зависит от каких персонажей. Это так или нет? Персонажи похудут. Смотри, я тебе скажу еще в целом, что мы всегда, Тудросс, были просто в своем комьюнити, в своем кругу мы общались. И иногда есть люди, которые извне приходили, и с ними некоторыми было хорошее общение. Но про какой комьюнити ты говоришь? Это там про фиферов или про кого? Ну да, да, ну были фиферы, амкаловцы. Это были более локальные. Вот вы говорите про какой-то эффект шоу там, да? Ну, я не знаю, для меня это там не история шоу. Меня это охренеть как задевает. Я не могу к этому относиться так, типа, это работа, бля. Вот я вот там, допустим, тогда это, знаешь, выглядело как будто бы окей, потому что мы тогда какую-то грань не переходили. А потом, ну, эпизоды, когда ты в одном общении с человеком слышишь одно, а в другом вообще другое, блин, это меня никогда вообще, я никогда не понимал этого. Давайте дальше двигаться. Лига запретила крапу, точнее, это произошло уже на столе, запретила крапу куда-либо переходить. Хотя, мне кажется, из наших гостей сегодняшних примерно каждый пытался его в свою команду перетащить. Я сразу же говорил в чате, я сам первый написал, что надо крапу забирать. Вам кал? Конечно. И какая была реакция? Никакой, кажется. Нет, ну, голосовалка была. До сих пор, мне кажется, даже есть. Ты голосовал за что? Я голосовал за... нет. А большинство? Мне кажется, большинство было за. Разве? Нет, ты правда говоришь? Да, серьезно, посмотри. Значит, нам молодить вот этот уже. Давайте, нет, продолжайте обсуждать. Серые цвета вот эти наполнить ярким. Это, конечно, все хотят. Просто я уже тысячу раз говорил, что пока будет Викторович тренером Тудрос, у крапа шансов играть ноль. Кредитная история плохая в плане всего. И бэкграунд поведения, дисциплина, игровые качества. Никогда он не будет играть. Ну, все, ну, надо смириться. И вы сейчас, пацана, по сути, вы не даете ему, вот он в клетке сидит, и вы не даете ему хотя бы вот посмотреть, что там за этой клеткой. Сейчас наша команда настроена на то, чтобы выиграть кубок, и я бы не хотел давать комментарии какие-либо, которые могут отвлечь от этого. Если хочешь обсудить Тудрос, то давай обсудим гол Гауча. А он гол забил? Ну, еще три мог забить. Еще три мог забить. А с кем вы играли? Он два забил уже. И все отвлеклись, блядь, суки, такие вы типы, блядь. Да хорош уже обсуждать крапа, пацаны. Нет, ну тебе не кажется? Все работает. Ну, серьезно, ну, это вот каждый стол или через стол? Не в Викторовиче дело. А в ком? Не в Саслан Маратовиче. В ком дело? Не в спасателей Артеме. В ком дело? Почему крап не играет? В самом Дане крапе дело. И когда он возьмется за голову, тогда он будет играть в любой команде. Да нет, вы хотите перейти? Почему вы в итоге не взяли? В Сусе, зачем он вам нужен? Вопросы до страны. Это медийный Аким большой. Это братья. Подожди, давай проговорим. Секунду. Каскад нет? Секунду. На чем это было основано? То есть, как ты это с Германом ожидал? Вы реально рассматривали такое сбор? Я нет. Слушай, на самом деле, Даня бы вполне мог и медийно актив, конечно же, дать очень хороший. Это сильнейший инфоповод у меня, наверное, такой же бы был, как Прокоп, когда перешел в родину меди. Плюс, я думаю, Маратыч с Даней бы, ну, нашел бы какие-то точки соприкосновения. Мне кажется, быстрее. Вы не могли представить, чтобы вы отдали Даню в аренду в Амкал? Да нет, конечно. Даже не рассматривали бы? Вы тоже хотели? Ну да. Хотели пойти на вечеринку вместе или хотел, чтобы он перешел? Не, ну, слушай, ты когда просто я видел, что ты говорил про бутылку водки, ну, это же ирония. Конечно же, но мы бы не допустили, чтобы игрок приходил к Яну. Да ладно, Сань. Ну, я тебе говорю, может быть, мы не выиграем из-за того, что у нас просто процентов игроков перестал бухать вообще, в том числе и мы там очень долго. Кто не пьет, тот не играет. Вот. Особенно смешно от тебя. Но при этом у нас, например, имеется реально здоровый кейс в виде Володи XXL, который больше двух месяцев не пьет, не курит. И перестал играть в футбол. Какая разница? Какая разница? Не, смотри, не все верили в то, что Володя действительно перестал употреблять различные запрещенные вещества и алкоголь. И он специально пошел в клинику, сдал анализы, и они показали то, что он уже сколько дней чист? 60 дней. Вопрос в другом. Зачем вы хотите переделать людей? Они у них... Ну, смотри. Не-не-не, ну ты чего, некоторым людям часто нужна помощь. Еще раз, тебе нужно просто помочь человеку, который реально заблудился. Здесь вопрос не в том, что мы бы сделали на этом контент. Мы не делали контент на Володе. Дело не в контенте, Сань. Дело в том, что есть уникальность, есть какие-то моменты. Ну вот, Даня Крапан, ну вот, если он опаздывает, там, ничего. Я тебя понимаю с точки зрения человеческих моментов. Если бы пацаны реально хотели бы, вот они говорили, мы не знаем, что сделать. Постоянно это говорят. Если бы они реально хотели бы, они бы хотя бы просто набирали бы или написали мне и сказали, что, Сань, подскажи, что вот ты сделал, блядь, с Володей. Дай контакт, блядь. Мы хотим реально ему помочь. Я бы не закинул бы, и все. Да, да, да. Про эту клинику, блядь, и все. Ну, зачем ты это сейчас поднимаешь? Именно после этого, собственно, мы его и отвезли. Дальше что, Сань? Артем. Дальше что? Что дальше? Ну вот, он сейчас чистый. Ты представляешь, это два месяца прошло. Только через два месяца все выходит 100% из организма. Это понятно. Через шесть месяцев у тебя мозг начинает по-другому действовать. Через восемь месяцев, не употребляя алкоголь, ты вообще, блядь, по-другому на этот мир будешь смотреть. Я просто, я понимаю, есть люди, которые прям вот меняются, 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 но в большинстве своем, скорее всего, вы сейчас, шансом, чтобы вы ему помогли в одном деле, да, но в том, что по пизде пойдут какие-то сторонние моменты, в том числе и психология его, очень велика. Ну, правда, она бы и так, и так пошла бы. Ну, тоже в таком состоянии, в котором он был всюду и жить, то он бы не прожил бы, ты же понимаешь. Ну, мы берем, есть культовые люди, которые 27 там прожили. Ну, вот у них такой, и они там остались легендами какими-то. Есть там люди, которые, как Мик Джаггер, и 90 прожили. Тут вопрос в другом, как бы, это все равно история. У них не было другого выхода. У них игрок, типа, сделал то, что всем комьюнити обсуждалось, и у них низкий вариант был, у них низкий вариант, который был, это по факту как-то взяться за это серьезно. Очень часто бывает такое, что людям надо, людей надо реально спасать. Это правда. Ну, я не говорю, что это история, я не знаю, правда, какая была история у Володи, я не знаю, какая история у Дани, еще у кого-то. Но бывает такое, я встречался и не раз в жизни с людьми, которых надо было спасать. И они потом, в моменте не понимая того, что для них пытаются сделать, потом говорили большое спасибо. Это правда, и не знаю, Вась, может быть, там условно врожденных, ну врожденных, наверное, алкоголиков-то не бывает, но условно там хронические алкоголики, да, они этими алкашами и останутся. И они, даже если ты их спасешь, да, условно выведешь там из двухмесячного там или годичного какого-то запоя, они все равно этими алкашами останутся. Они будут хотеть выпивать. Но возможно, вот именно если ты поможешь им в моменте, ты дашь им какой-то толчок. И они там, знаешь, через силу дальше заставляя себя будут жить, опять же, не факт, что прям полноценной жизнью, но хотя бы приближенной к ней. Так это работает. Так это работает. Мы сейчас берем Крапа и Володю. Это те самые люди, которые именно так могут пойти. Я не знаю, какая там ситуация, но я допускаю, что да. Надо хотя бы дать шаг, просто смотреть, как это будет работать. Ты просто, ну, я не знаю, какая ситуация с Крапом, мне надо с ним поговорить. Но просто мне кажется, что там, ну, даже одной или двух недель не было трезвости долгие годы. Представляешь, что это такое? Ну, типа, когда ты просто хотя бы каждые выходные бухаешь. А может быть, два раза в неделю. Это уже... Я закончу тем, что мы прорабатываем стратегии, уже потихоньку кое-что меняется с Данией. И посмотрим, что будет к сентябрю-октябрю. Потому что... Дай бог. Он вернулся к тренировкам от Студроц и не вернется до конца сезона? Маловероятно. Но в козлу его отдали, как я понимаю, только из-за... Ну, типа, с правилом, что он не может сниматься в контенте. Правильно я понимаю? Да, он просто там играет. Играл бы. Играл бы, да. А тренироваться он там сможет сейчас, если захочет? Ну, чтобы поддерживать форму. Вы бы его отпустили? Типа, он просто тренируется у них, и они не могут снимать его? Да, да. Ну, там мы с Гуди именно договаривались. А там как заблюрин был бы? Бля, как охеренно снимать его и блюрить? Так можно? Ну, чтобы... В руки, ну, я не знаю, Тём. Не показывать. Так что, я говорил, у меня вообще в целом... У меня отношение... То, что ты хочешь под видом доброты заманить себе Даню и сделать с ним грязные дела. Да, и мне нету какого... Какие грязные дела? Ну, грязно, хватит выдавить вот эту корову, вернуть нам вот такого Данька просто, который еще с ума сойдет после... Да нет. ...вот этих 50 видосов, 50 сандалей и так далее. Ну, то есть, Артем, под благим делом... Другим, а на самом деле в этой истории как бы категорично там против был. Я думал, мало ли у меня получится там хотя бы на каких-то малых затратах подписать игрока, потому что инфоповод действительно был бы серьезный. и в плане там какого-то кейса, я думаю, можно было бы интересно что-то с ней снять. Тем более, можно проконсультироваться со специалистами, они бы дали четкую оценку, что и как двигаться нам. Хорошо, давайте уже, наверное, как-то финалить и... Ну, 4 часа было. Да, чуть-чуть. Гол, гол, это самое, еще не обсудили, которые засчитали левый. А левый в итоге? Да, сейчас как раз объявили в Лениге Венмандо, и что я как во время съемки прямо прочитал, что не было оборудования на стадионе, которое позволяет проводить вот эту линию, и что было в сайт, и что, соответственно, там... Шама пропустит два матча. Как минимум, и Шама пропустит два матча, и Демеди точно не с тремя очками бы закончил этот матч, там, может быть, с двумя, а может быть, и с одним. Вот, в общем, и не была бы такая плотность в группе Амкала сейчас. А в группе Амкала сейчас самая плотная плотность из всех групп. Из всех плотных. У четырех команд, по-моему, да, плотных. Да, но, по сути, групповой этап заканчивается, давайте сейчас под конец в формате Блица самый лучший игрок группового этапа для каждого из вас. Желательно не из своих команд, давайте. О, давайте не из своих команд, реально. Да, да, вот это клево. Кутуз. Вась. Ну, два Алишер. Ну, давай одного назовем. Если по профиту, более стабильного, наверное, Алишер. Сань. Ну, чтобы не повторяться, меня впечатлил гол игрока Lotus из сборной Азербайджана, я не помню, кого зовут. Кто, он обвел там всех, накрутил троих. Турбанов? Наверное, да. Который последний гол Козлам. Да, да. Победный. Да, очень крутой гол. Я думаю, тоже один из претендентов на гол сезона. И премия в 500 тысяч. Фидос. Игрок. Тут то же самое, да, ну, правда, ну, давай. Нет, ну, сложно очень кого-то. Давай Кутузу назову, чтобы просто занять эту позицию. Ну, то есть я тоже, Алишер Кутуз сразу в голове. Все остальное, это уже, знаешь, вот из серии, чтобы не повторяться. Нет, просто проблема в том, что Кутуз играет сейчас роль типа наконечника. Он, несомненно, силен. Но Алишер сейчас, он играет системообразующую позицию. Алишера можно точно назвать, потому что он, получается, на этом групповом этапе был более разноплановым футбеком. То есть он и раздавал, и забивал, и еще и бэкграунд такой, и интервьюхи еще начал давать, которые резонировали. Мне кажется, он даже, пожалуйста, ваут выбивал, когда кричали. А, Никит. Было. Ну, я там список. Алишер, 100%. Ну, мы уже обсудили, почему. Кирей. Вот, Кирей. Теневой игрок, который, на самом деле, может быть, без него и не было бы столько головок Кутуза. Обзор, я вас, Никит. Давай, давай, глянем на всех. Ну, ему взрослый уже, как будто. 31, да, или 32? Ну, я в 31 пришел. Так, Алишер, Кирей. Я не могу не выделить из нашей это Мартусевич, потому что в центре поля, знаешь, такое... Нечестно. Нечестно. А, Маричев, тогда Маричев, Маричев, 100%. Мартусевич и Газдан вот из нашей. Маричев и Ряба. Вы просто решили накидать? Ну, и что, нет, будем бороться. С кробот сильно. Добой не своего. Условие такое. Ну, не могу не выделить. Мартусевич и все. Давай, Алишер, давай, Алишер. Ну, Кирей. Кирей. Нормальный подбор, мне нравится, что у всех разнообразный. А можешь ли всех вот этих на стол позвать? А, ну, не знаю. Так ему не нужно позитив обсуждать. Он не хочет футбол обсуждать, блядь. Дело не в позитиве. Нет, просто... Дело не в позитиве. Можешь хотя бы маленький стол какой-то сделать? Ну, я просто к тому, что... Во-первых, мы... Разновелся сразу. Во-первых, мы звали Кутуза. Но не только... Брать, и Кутуза надо позвать, чтобы обсудить, блядь, как у тебя там лысина, блядь. Блядь, 30 уже, нахуй. Как? Нормально? А, ну, блядь. Но не только... Просто мне кажется, что мы должны обсуждать не только голы. То есть это очень будет короткое обсуждение. Например, прикольно позвать Алишера, потому что за ним есть бэкграунд, а не просто футбол. Круто, когда за тобой есть что-то еще, как за Кутузом, как за Алишером. Тогда есть что обсуждать. Стол игроков будет? А? Стол игроков. Не знаю, возможно, не знаю. Алишера вы отпустите или бойкот? Посмотрим. Ну, отпусти разок-то, пусть человек выйдет в свет. А то он, кроме Одинцова и стадиона, ничего не видит. А он на свету, вы же его видите, это самое главное. Хочу по итогам группового этапа объявить у себя в телеге большое голосование за нас. А назови ты. Ты назови лучше. Я так и не назвал, кстати. Для меня Алишер. Хоть это и самый банальный вариант, но мне кажется, он действительно заслужил. И тут прикольная предыстория. Да, ну, тут правда, да. Но я думаю, что все из озвученных точно войдут в шорт-лист. Это Курбанов, я, честно, кроме вот этого хайлайта... Я думаю, мы про голы говорим, блядь. Нет, 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 я помню. Ну, скажи, Марыз, ты же Газдан. Нет, слушайте, я согласен, Газдан. Да нельзя своих. И Кирей, и... Слушай, Алишер, ну, как бы, эти ребята, они всегда были на виду. Я сказал, что меня очень сильно удивило. Когда увидел этот гол, думал, ебать, ну, просто типа реально новозюхом. Короче, включите своих претендентов на лучшего игрока группового этапа, а лучше еще и аргументируйте это. У меня в Телеге будет опрос, и я думаю, что-нибудь прикольное подарим лучшему игроку группового этапа. От Телеги и от нашей программы. Как называется Телега у тебя? Крысева. Подписывайтесь, ссылка в описании. Как еще раз? Крысева. И все Телеги ваши тоже будут в описании. На всех подписывайтесь. Спасибо большое, что пришли. А вам спасибо, что смотрите. Встретимся через неделю. Спасибо. Спасибо, пока. Пока. До скорых встреч. Пока-пока. Бог даст. Телега в описании вместо генераля, если что. Субтитры сделал DimaTorzok